Здравствуйте! Это программа Волжская коммуналка. Я Антон Анисимов. Вот сколько раз нам предсказывали скорый конец света и разного рода армагеддоны, но всех их мы благополучно пережили. Хотя, возможно, скоро апокалипсис грядет в одном из самарских домов. И начнется он атакой ледников. Впрочем, даже их бояться стоит меньше, чем равнодушных коммунальщиков. Для жильцов дома номер 84 на улице Ново-Вокзальной ледниковый период – это не популярный телепроект, а суровая реальность, в которой они вынуждены жить уже второй год. Температура в здешних квартирах равна уличной, поэтому домашние халаты давно заменили куртки, а без двойных шерстяных носков и вовсе по квартире не пройти. В квартиру вхожу, такое ощущение, якобы, ну, не могу снимать куртку уже. Получается, что так хочется в ней остаться и в дальнейшее время проводить в этой куртке, потому что температура, которая на улице, можно сказать, сопоставима с нашей. Тем временем на кухне Наталья Гудалина для гостей с телевидения радушно разжигает плиту. Нет, вовсе не для чая, а чтобы хотя бы чуть-чуть согреться. В отличие от чуть теплых батарей, комфорки и обогреватель трудятся в этой квартире сверх нормы, как в военные годы. Пока же греется тело, душа леденеет от суммы в коммунальных квитанциях. Если холодно зимой, то за свет мы можем и до двух тысяч платить, потому что постоянно работает обогреватель, постоянно масляник, и день, и ночь, тут вот и ребенок, и внук у меня был, ребенка в такой температуре не осталось. Когда есть свободная минутка, Наталья пишет письма коммунальщикам. Иногда даже чернила в ручке застывают, но в ответ замерзающая самарчанка получает лишь многозначительное обещание разобраться с проблемой, но для начала найти истинного виновника коммунальной беды. Вот и письмо у меня есть с ответом, это газ-энергомонтаж. Они отсылают нас в ОАО «Коммунэнерго», который подает нам тепло. Ну, а коммунэнерго, я даже дозвониться-то не могу. А вот Ренат Ахмадулин свою квартиру взял в ипотеку, но и подумать не мог, что кредитной нагрузке добавится еще и замена отопления. Металлические батареи немного спасают от холода. Вместо двух свитеров теперь хотя бы один можно носить. Однако, чтобы уснуть и не замерзнуть во сне, по-прежнему нужно утепляться и взрослым, и детям. Мы спим под двумя одеялами, потому что очень холодно. И мы с ним еще часто. Именно теперь лучший друг Ахмадулиных – тепловентилятор. Ему уже 12 лет, но работает без осечек, в отличие от жилищников. Чтобы согреться вечерами, вокруг него собирается вся семья. И в ходу тут рассказы о том, как и здесь когда-то было тепло. Раньше, когда в советское время, котельную топили углем. Тоже вот по словам старожилов, было очень жарко. Вообще огненные батареи. Ну, те времена сейчас прошли, стали экономить. Почему коммунальщики экономят на положенном тепле, неизвестно. Год назад жильцы уже устраивали пикет за теплое будущее. После открытого протеста ледниковый период на несколько месяцев сменился оттепелю. Но затем жилищники пошли по отработанной схеме. Если и этой зимой ситуация не изменится, жители вновь готовы выйти на баррикады. Ой, хотелось бы, конечно, чтобы добросовестно к этому относились. Но не буду относиться я, я вообще платить не буду. Пускай я хоть один полиневоин, хотя и мои соседи против того. Но я лично платить не буду. Писем в почтовых ящиках дома номер 11 по улице братьев Коростелевых нет. Вот уже полгода. Даже рекламный спам сюда не долетает. С недавних пор этот дом просто изолирован от остальной Самары. Он и еще два таких же дома по одному адресу. Потому что небольшой проезд, соединяющий сразу три дома с большой землей, в один прекрасный день перекрыли металлическим забором без права прохода. Неожиданное превращение проезда в запретную зону стало неприятным сюрпризом для целого квартала. Оказывается, он давно не городская собственность, а частная территория одного из жильцов. Как так вышло и откуда такие права, никто не знает. Я была в отпуске, пришла с подружкой, хотела войти в дом и не смогла, потому что был перекрыт металлическим забором мой проход, единственный к моему дому и жилью. Тем временем предприимчивые собственники не только перегородили забор, но и угрожают всем в округе расправой в случае нарушения суверенитета. На меня напали, на того соседа. Уже у нас трое потерпевших. Одному они, значит, залили глаза этим газом-баллончиком, а второму голову пробили. Ну и мне вот глаз немножечко повредили. Найти управу пытались через суд железнодорожного района. Дело выиграли, но проезд все так же неприступен. Болжской коммуналке достучаться до истины также не удалось. За стальной дверью хоть и кипела жизнь, но явно не для массового зрителя. Сейчас жильцы ждут решения следующей инстанции. Уже областного суда. А пока карабкаются по самодельным лесенкам в обход с соседними дворами. Сарай-гощечки нашла. Сколотила лестницу. Три ступеньки. Четвертую потом лезять, по-моему, сделала, потому что очень высоко было. Сами виновники огородились от чужих бед не только высоким забором, но и кипой документов. Сомнительного, кстати говоря, происхождения. По одним они властители проезда, по другим еще и владельцы квартиры в трехэтажном доме по соседству. Приватизированы еще в 50-х годах. Она в 55-м году купила 12 метров себе комнатку и 160 метров купила частные земли. В 55-м году, насколько нас учили по истории, такого не было. И там есть опровержение нотариусов и все. Ну, я не знаю, почему суды это внимание не принимают. Последней каплей в чаше терпения местных жителей стала недавняя экспертиза по заказу проезда владителей. По ее итогам выходит, что проблемной дороги вовсе и не было никогда. И на самом деле она часть внутреннего двора. А настоящий проезд якобы выходит во двор дома номер 23 по улице Арцебушевской с воротами и калиткой, которую вероломные соседи назло заколотили. Вы знаете, до чего дошло вранье? Что вот эти щиты – это наши полы с квартир. Мы делали ремонт в квартире. И чтобы вот пригородить вот этот забор падающий, мы прислонили свои полы сюда. А экспертиза взяла это за ворота. Ну, какие это же ворота? Тут вообще не похожи, что это ворота даже. Это рейдерский захват. Причем она засудима уже по мошенничеству. Не могу в 55-м году кто-то продать и купить этот кусок земли. Так же я могу купить в Московском шоссе 2 метра. И перегородить его и сделай дорогу, где хочу. И на сегодня это все коммунальные истории, о которых мы все же надеемся. Будет счастливый конец, потому что нельзя бесконечно терпеть беспредел коммунальщиков, главная задача которых – обеспечить людям достойные качества жизни. Держитесь, люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok